Чей робот быстрее, сильнее и умнее? Юные инженеры-машиностроители выставили на ринг своих трансформеров. Некоторым участникам нет и десяти лет, а они уже могут самостоятельно собрать робота и заставить его выполнять различные команды. Все ребята – ученики Центра робототехники и мехатроники, созданного несколько месяцев назад в Вятском госуниверситете. Тему продолжит Виктория Батуева. Качественно выполняем, очень качественно. Один за другим роботы выходят на импровизированный полигон. Здесь они соревнуются в скорости. Задача – не сойти с дистанции и показать лучшее время. Он работает за счет одного из датчиков, которые различаются черные и белые цвета. Создавать собственных роботов здесь умеют и те, кому едва исполнилось 10 лет. Если сейчас программу найдем, покажем. Что, потому что по три тоже сами сделают программу? Да, делали на компьютерах и загружали. Ну, он какой-то программ надошел, сейчас заведу. Все участники этих соревнований занимаются в Центре робототехники и мехатроники. В апреле он открылся в Вятском госуниверситете. Здесь занимаются и студенты, и школьники. Начальный уровень. Потом на лего занимается, там третий класс. Потом средний уровень, так скажем, это фишер-техник уже, конструктор. И потом фишер-техник уже, промышленные модели. То есть тут вообще до бесконечности можно развиваться. Интересно, что инициаторами и организаторами этих соревнований стали студенты. Один из них – Иван Сунцов, серебряный призер Всероссийского робототехнического фестиваля. Он же теперь и преподает школьникам мастерство роботосборки. Школа робототехники и соревнования, которые сейчас проходят, и вся дальнейшая работа, которая будет проводиться со школьниками, это результат победы Вятского госуниверситета в конкурсе Министерства образования и науки на развитие студенческого самоуправления. Среди организаторов и тренеров детей в большей степени присутствуют студенты, чем преподаватели. Они сами проявили инициативу работать с детьми. Мы всячески это поддерживаем. Преподаватели не сомневаются. Участники сегодняшнего конкурса – потенциальные абитуриенты их вуза через несколько лет. При хорошем техническом образовании из таких вот технических творцов формируются проектировщики настоящих космических кораблей, промышленных роботов и машин. И в нашем вузе, единственном регионе, наверное, на сегодняшний день открыт специалитет. У нас 5,5 лет инженер по стандарту, государственной образовательной стандарту. Открываем 1 сентября учебно-выставочный центр, оснащенный по самым современным требованиям, оборудованием с программным управлением. Студенты инженерных специальностей Вятского госуниверситета имеют возможность проходить практику на ведущих предприятиях Кировской области и за пределами региона. К слову, инженеры с хорошим образованием сегодня востребованы в самых разных отраслях. Интересно, что в этом году предложение от работодателей, инженерам-выпускникам политеха, поступило столько, что они могли уже сами выбирать, где начать свою карьеру. Виктория Батуева, Илья Акатьев, Новости 43.